Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Ашхен Пагасян, и сегодня я делюсь с вами вкусным рецептом завтрака на всю семью. Это блюдо отлично подойдет для питательного завтрака, и это каша из киноа с сатэ из груш. Что же нам понадобится? Молоко, вода, топленое молоко, сливочное масло, мертвый, груша, ягоды смородины, корица, тростниковый сахар и соль. Для приготовления киноа нам понадобилось 200 граммов крупы, 200 миллилитров молока и 200 миллилитров воды. Для приготовления каши нам понадобилось примерно 25 минут. Так как она у нас готова, приступим к следующему процессу. Сейчас мы с вами разогреем кашу, и к ней нам нужно добавить топленого молока. Добавляем примерно 50 миллилитров. Добавляем. Размешиваем. И сейчас сюда же мы добавим ягоды смородины. Кашу оставляем на плите примерно на 3-4 минутки, а пока мы займемся грушей. Вообще кино считается одним из самых полезных продуктов, так как в нем содержится очень много полезных компонентов. Грушу мы очистили, сейчас нам необходимо ее нарезать кубиками. Разогреваем сковороду. Нам понадобится кусочек сливочного масла, здесь примерно 30 граммов. Выкладываем. Как только масло растопилось, мы выкладываем в сковороду грушу. И сюда же в грушу добавляем примерно 2 столовые ложки тростникового сахара. Груша сейчас будет обжариваться потихонечку. Она должна в процессе стать мягкой и покрыться румяной корочкой. Груша уже обжарилась. Сюда нам необходимо добавить чайную ложку меда. И на кончике чайной ложки немножечко корицы нужно добавить. Все, нам понадобится 2 минуты и груша готова. Каша уже готова, а мы приступим к сервировке. Выкладываем кашу в колечко. А теперь сатей из груш мы выкладываем на кашу. Полезная каша с вкусными добавками, ягодами и грушами готова. Попробуйте разнообразить свое меню и приготовьте потрясающий вкусный завтрак из киноа. Получившееся блюдо обязательно порадует вас своим насыщенным вкусом и невероятным ароматом. А я желаю вам хороших выходных. Проводите больше времени со своей семьей. Готовьте, экспериментируйте, радуйте своих близких. Ну а мы с вами встретимся через неделю на телеканале ОНТ. До встречи! Субтитры делал DimaTorzok